Аврора Фэшн Лиг Официально Дэвид Кама показывается на лондонской неделе моды, поэтому нам с вами очень повезло, что сегодня он находится здесь. И у нас есть возможность познакомиться с ним лично, посмотреть коллекцию и понаблюдать за тем, как готовятся его модели к показу. Музыка Мы находимся в бэкстейдж Аврора Фэшн Лиг и я Дэвид Кома и это буквально 15 минут до показа. Это осенне-димняя коллекция, которая уже была показана в Лондоне, это показано еще раз, поэтому все проходит очень гладко и отрепетировано. Девочки спокойные, все счастливы. Коллекция была вдохновлена итальянским футуризмом и очень графические линии. Все для женского тела. Потому что для меня каждый сезон я вдохновляюсь основным женским телом и делаю максимум для того, чтобы выглядело еще прекраснее. Также будут присутствовать более скульптурные элементы из металлических молний, которые будут как 3D элементы дополнять и развивать линию коллекции. Все остальное сами видите. Не я буду первым, кто скажет, что это безумно красивый город и энергетика здесь потрясающая. Поэтому, когда нас пригласили, мы согласились порадовать всех и самим порадоваться и просто отлично провести время, чем мы сейчас и занимаемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот дизайнер умеет сочетать несочетаемое. Посмотрите, как в одном и том же платье уживаются брутальность металлических молний с гипер-женственным кроем. Как грубые, жесткие элементы превращаются в пышные валаны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я служу за его творчеством. Это же дизайнер из Петербурга. Очень чувствуется влияние Лондона. Мне очень понравилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я нахожусь в платье от Давида. Мне кажется, что, несмотря на то, что Давид очень вырос, тем не менее, его почерк узнается, да, только Сент-Мартинс ему добавил, безусловно, глубже знаний, да, славы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА его платьев является небезызвестная мисс Бейонса Ноут. Однако я уверена, что после, безусловно, успешного дебюта в Питере, вскоре он будет доступен в России.